С вами Николай Пиненко в проекте Дата. Сегодня 27 января. День воинской славы России. День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады, которая длилась почти 900 дней. Единственный путь, дорога жизни, по которому доставлялась город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллиона человек. На процессе в Нюрнберге фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов. Остальные скончались от голода. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается также в этот день. В 1945 году, 27 января, освобождены узники Освенцима. По различным данным, за время существования лагеря в нем было уничтожено от 1 до 4 миллионов человек. Ну а теперь о родившихся в этот день. 1756 год в этот мир порхает Вольфганг Амадей Моцарт, астрийский композитор. В 7 лет он пишет первые 4 соната для клавесина со скрипкой, а в 8 лет первую симфонию. Одним из учителей юного Моцарта был Иоганн Христиан Бах, сын знаменитого композитора. 1832 год, день рождения Льюиса Кэрролла, Чарльза Латуиджа Доджсона. Известен он всему миру, конечно же, сказками «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркале», которые утвердили завтром славу непревзойденного мастера прозы и стиха. «Моей волшебной сказки к закату дела, наконец, доходит до развязки. Идем домой. Вечерний луч смягчил дневные краски. Алиса сказку детских дней храни до седины в том тайнике, где ты хранишь младенческие сны. Как странник бережет цветок далекой страны». 1836 год, 27 января, день рождения Леопольда Захера Мазуха, австрийского писателя, автора произведения «Венера в мехах». Принципиальный противник садизма. Его фамилия дает название самому понятию «мазохизм». В 1891 году родился Илья Эренбург, русский советский писатель, общественный деятель, лауреат государственной и международной ленинской премии. 1932 год. В этот мир приходит Римма Казакова, русская поэтесса. А в 1940 году родился Брюс Ли, известнейший мастер восточных единоборств, гонконгский американский киноактер, режиссер, продюсер и сценарист. Его по праву можно смело назвать человеком легенды, который, благодаря своим умениям, обрел огромное число последователей по всему миру. А его уход из жизни 33 года тоже остается какой-то странной загадкой. 1948 год. Рождается Михаил Барышников, звезда мирового классического балета и балета модерн, руководителя известных балетных труп, актера, номинанта на премию «Оскар». Знаменитый Миша, как называли его в Америке, прославился своими блистательными ролями, в том числе кино, драматическом театре, а также романами с двумя звездными дивами. О событиях этого дня. В 1302 году Данте Лигери покидает Флоренцию. Фактически это изгнание поэта из родного города, так как он принадлежит к партии белых гвельфов, которые потерпели поражение в политической борьбе, естественно, с черными. Заочно Данте приговорен к сожжению с конфискации имущества. Позже поэт станет, по его выражению, сам себе партией. Но любопытно во всем этом другое. Вынесенный ему приговор, знаете, когда будет отменен? В 1966 году. 1725 год. Умирающий император Петр I требует бумагу и перо, но успевает лишь написать два слова. Отдайте все. Кому так неясно до сих пор. А в 1871 году Александр II, уже другой император, принимает высочайшее повеление о допущении женщин на службу в общественные и государственные учреждения. 1924 год. Похороны Владимира Ильича Ленина. Похоронить вождя пролетарской революции было решено на Красной площади среди братских могил павших героев октября, специально сооруженным для него мавзолеем. Изобретение дня. 1879 год. Томас Эдисон патентует электрическую лампочку. Кстати, в его первых лампочках в роли светящейся нити накаливания выступала обугленная стружка японского бамбука. Еще одно событие. 1897 год. В Санкт-Петербурге премьера балета Чайковского «Лебединое озеро». Фантастический балет на все времена и во всех странах мира. Ну и последнее. 1987 год. Пленум ЦК КПСС о перестройке кадровой политики партии. Выступая с новогодним обращением к народу, Михаил Сергеевич Горбачев говорит. А потом была и не раз еще одна фраза. Основная и самая сложная работа впереди. До конца перестройки остается совсем немного. Сегодня, после того, как слово перестройка вошло в международный политический язык, многие ругают те времена. А многие считают, что именно тогда мы начали превращаться в свободных людей. Было много трудностей, сложностей, человеческих потерь. И в итоге перестройка сменилась постройкой абсолютно новой страны и системы. А что о ней будут говорить спустя 30 лет, зависит уже от каждого из нас. С вами был Николай Певненко в проекте ДАТА.